Начальник безопасности. Через школу при посольстве. В Аргентине. 12 чемоданов. 389 килограммов кокаина. Удивительная цифра. Согласитесь, это много. Никакие, как им кажется, супер-секретные разговоры каких угодно секретных чиновников российских политических ведомств не остаются секретными и закрытыми для американских спецслужб. 389 килограммов кокаина. Это много или мало? Я спросил у дипломата на просторах Аргентины. Рядом выводили танго изощренные узоры. Над могилой пьецолы. Картасар и Чи Гевара. Дипломат ответил хмуро. Для захвата Голливуда. 389 килограммов кокаина. Безусловно, это крохи. А для подкупа богемы на Манхэттене в Нью-Йорке. Безусловно, то, что надо. Согласитесь, что история с аргентинским кокаином, который через российское посольство доставлялась в Европу и в Россию, а больше, конечно, в Европу, захватывает дух и напоминает о каких-то сюжетах невероятных блокбастеров, в которых какие-то затянутые в кожу красотки на таких Бугате мчатся для того, чтобы, отстреливаясь от агентов АБН, переправить успешно куда-то там в какое-то иное измерение какие-то роскошные инвестиции в будущее. 389 килограммов кокаина. Даже не спрашиваем Марию Захарову о том, как это и что это, потому что наше воображение потрясено. Согласитесь сами, начальник безопасности через школу при посольстве в Аргентине 12 чемоданов, которые должны были вывозиться, но которые не были вывезены благодаря послу, который почувствовал что-то неладное. Но которые потом заменили мукой и все-таки вывезли, чтобы поймать злодеев. И поймали же злодеев. Но до этого сколько раз не ловили. И опубликованные телефонные переговоры, которые слила Аргентинская служба безопасности и АБН, и благодаря которым мы в лишний раз убедились, что никакие, как им кажется, суперсекретные разговоры каких угодно секретных чиновников российских политических ведомств не остаются секретными и закрытыми для американских спецслужб. Другой стороны, по этим телефонным разговорам, а распечатки уже опубликованы, обсуждались конкретно имена и трудности поставки. 389 килограммов кокаина. Удивительная цифра. Согласитесь, это много. Хотя, если мы умеем представлять снега России, то, конечно, это мало. Потому что снега сильно больше. Это был Максим Шевченко. Поговорили мы о кокаине в Аргентине. Детали будем изучать и ждать подробностей. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Субтитры сделал DimaTorzok